Привет, дорогим моим и любимым зрителям! Идёт новая неделя и время снимать видео мантры недели. Для меня мантры и лейтмотивом этой недели является интервью. Столкнувшись с некоторыми интервью в эту неделю, я посмотрела на качество интервью, на то, как журналисты их делают. Я решила провести эксперимент со своими студентами и дала им задание опросить двух людей и написать мне интервью. Буквально на одной ленте, наверное, на одной половинке даже ленты. В течение некоторых студентов 20 минут, некоторые 5 минут, а некоторые 45 минут написали мне замечательные тексты. И я поняла, что необходимо снять ещё одно битва, одно видео, битва мнений по моему опыту и по моему вот этому профессиональному взгляду пиарщик против журналиста. Почему ещё одно? Потому что битва журналист против блогера я уже прописала и в течение завтрашнего дня планирую снять это видео. Я думаю, что вам будет интересно не только моё личное мнение, но и мой профессиональный, как пиар-специалиста, взгляд на эти две профессии. Я хочу сказать, что некоторые тексты получились очень красивыми. Красивыми с точки зрения метафор, с точки зрения вообще троп, используемых в текстах. И я решила, что это просто здорово. Всю неделю мы с ребятками, моими пиарщиками, будем брать интервью у заведующих нашими кафедрами Института педагогики, психологии и социологии, преподавателями, которые стояли у истоков основания наших кафедр, у самых интересных наших студентов и выпускников, для того, чтобы подготовить замечательные материалы для школьников, для студентов Сибирского федерального университета и не только об ИППС, а также о нашей кафедре социологии, которой в этом месяце исполняется буквально 25 лет. Вот такой вот серебряный юбилей у нашей драгоценной, самой золотой для меня и самой любимой кафедры. Я надеюсь, что, конечно же, ко мне присоединятся и к моим поздравлениям разные ребята, что многие выпускники снимут видеообращения, может быть, какие-то письменные открытки пришлют на адрес нашей кафедры, естественно, заведующего нашего кафедры. Но мне кажется, что очень ценным материалом как раз будет собрано вот это вот интервью, которые буквально будут размещены везде, и на сайте Сибирского федерального университета, и в различных печатных СМИ. Поэтому вот такая вот интересная тема, интервью. Буду я сама прописывать, отслеживать вопросы, буду сама прочитывать все тексты, править, выверять. Может быть, сама тоже возьму некоторые интересные интервью, которые в ближайшее время вы сможете также, возможно, увидеть на моем канале. Может быть, частично я их даже зачитаю. Посмотрим, сколько времени, несмотря у меня, будет свободного. Поэтому берите друг у друга интервью. Я советую каждому, каждому человеку, у которого еще сохранились бабушки и дедушки, взять у них интересные памятные интервью. Возможно, так же, как и я, записать их на камеру, может быть, записать на листочки, для того, чтобы оставить для своих потомков и для себя память о семье, о людях, которые жили до нас. И что-то интересное такое сохранить в памяти и передать нашим будущим поколениям. Собственно говоря, вот такая вот тема интервью. Я надеюсь, что вы заинтересовались так же моими мнениями относительно журналист и пиарщик, и относительно журналист и блогер. Я уверена, что те из вас, кто будет так же высказывать свое мнение здесь или в каких-то других своих источниках, обязательно отправляйте мне ссылки, и я с удовольствием прочитаю, прочитаю ваше мнение, ваши какие-то слова на этот счет. На этой замечательной ноте я со всеми вами прощаюсь. Вот такая вот у нас хорошая морозная погодка, 11 градусов. Холодо. В Красноярске, хотела сказать, тепла. Но сегодня у меня вообще настроение очень хорошее было. Я не заметила, что на улице похолодало. Прихожу, все коллеги говорят, холодно, ветрено. Но я, видимо, на крыльях любви принеслась на работу и не заметила никакого похолодания. Вот так, мои дорогие. Пишите, пишите, пишите интервью. А также обязательно не забывайте поделиться в комментариях к этому видео относительно вашего опыта, прочтения, написания интервью. И также, может быть, что-то еще интересное темки мне подкинете для того, чтобы я снимала новые видео, которые вам интересны. Все, всем пока. До следующих встреч на моем канале.